Хочу еще рассказать об одной приблуде на болгарку, которая позволяет не использовать пылесос при работе с металлом. С деревом, конечно, придется использовать пылесос при работе с металлом, который магнитится. То есть, если работать с нержавейкой, вот у нас неодимый магнит, как вы видите, никакого эффекта нет. Если взять обычный, то вот он магнитится. Вот. Это называется неодимый щит. Я его так назвал. Включается болгарка, начинается работа. Здесь стоит мощный неодимый магнит. Здесь стоит также неодимый магнит. Ну и здесь два магнитика для улавливания тоже. То есть, получается вся плоскость вот этой пластины металлической. Вся формально магнитная. Используйте лучше для таких средств вот такие квадратные магниты, потому что они магнитят по всему периметру. Поисковый он хоть и мощный, но он магнитит непосредственно только вот в этой зоне. Вот. Когда работаем, получается, что стружка практически вся улавливается. Сейчас я покажу немножко. Вот здесь ничего нет. Вот сам неодим. Сейчас постараюсь все это сделать. Возьмем один варганчик, который у нас не отфрезерован. Вот эта сторона. Вот он у нас фрезерованный, вот не фрезерованный. И включим. Так, шкурку у нас есть. Неудобно работать одной рукой, но вы видели то, что вот здесь. Очень мало всего летит. То есть, практически ничего нет. Здесь у нас все осталось без пыли. Вся пыль у нас осела непосредственно на магнит. То есть, вот здесь. Уборка этого щита очень удобная. Берем алюминий. Алюминиевую пластинку. И продвигаем всю пыль. Ну, ее когда много скопится. До самого конца. Когда вы доходите вот до всех, магнитные свойства падают. И пыль просто падает в ведро. Ну, ведро лучше, конечно, подставить вот сюда. Все. Пластина снова чистая. Вы можете снова работать. Почему я не использую пылесос? Пылесос даже с раструбом улавливает только вот эту часть. Здесь же идет улавливание всего направления. Что мне очень нравится. И, соответственно, на полу пыли гораздо меньше. Но, еще раз повторюсь, это только при работе с остальными изделиями. Надеюсь, кому-то эта идея понравится. Всех благ. Спасибо. Спасибо.